Мы начинаем семинар, который у нас называется «День открытых дверей» по профессии тестировщик ПО. Давайте я представлюсь. Зовут меня Ушакова Елена Сергеевна. Я являюсь преподавателем центра. Но при этом у меня есть еще моя основная работа. Я руковожу проектами по разработке программного обеспечения для авиакомпаний, как наших российских, так и зарубежных авиакомпаний. И я веду в специалисте курсы по тестированию программного обеспечения. Собственно говоря, когда-то давно, теперь уже давно, в 98 году, я начинала сама как тестировщик. И потом постепенно-постепенно померяю рост проектов, померяю рост задач, над которыми я работала. Сначала я стала тест-дизайнером, потом я стала аналитиком, ведущим аналитиком. И сейчас уже руковожу проектами по разработке программного обеспечения. А я продолжаю работать ведущим аналитиком. Почему все-таки курсы я продолжаю читать для тестировщиков? Потому что в моей команде собраны разные специалисты. Это и аналитики, и программисты, и тестировщики, конечно же, технический писатель. Поэтому тестирование все равно остается одной из таких сфер моей деятельности, но уже как руководителя. Поэтому я считаю, что много чего интересного я своим слушателям на курсах могу рассказать. Достаточно часто можно услышать такое мнение, что простейший путь в IT лежит через тестирование. Ничего не нужно знать, нужно иметь только желание, и ты в этой сфере продвинешься. На самом деле, я не хочу сказать, что это полная неправда. То есть действительно, наверняка и у вас тоже есть примеры ваших знакомых, которым предложили, а давай ты немножечко потестируешь, и человек тянулся, стал работать, а сам он начинал, ничего не зная и не умея. Такие случаи, конечно же, бывают, но они большая редкость. То есть на самом деле, я бы сказала, что вообще говоря, это миф, что тестировщику можно ничего не знать, не уметь, и все будет здорово и замечательно. Главное – желание. Такие времена уже прошли, и даже если говорить о том, что ожидают работодатели, ну вот буквально перед семинаром, да, несколько буквально вот первые попавшиеся на том же HeadHunter кликнуло, вот вам, пожалуйста, описание того, что же ожидают, да, обратите, пожалуйста, внимание, Junior, Manual, казалось бы, да, ну, во-первых, бросается в глаза, что опыт. Второй момент, да, посмотрите, пожалуйста, требования к кандидату, да, то есть, тем не менее, нужно знать, там, API, что такое API, понимать процессы тестирования, знать техники тест-дизайна, что такое протокол HTTP, опыт работы с Java, там, а если еще Java, с Jira, а если еще Java+, знает, то вообще еще хорошо, да, вот можно посмотреть еще одно описание вакансии, то есть, пожалуйста, тоже, понимание современных тенденций юзабилити, умение проверять, применять теорию тестирования на практике, знать подходы к тестированию веб-сайтов, ну и так далее. То есть можно это долго, упорно перечислять и приводить большое количество примеров, причем, да, обратите, пожалуйста, внимание, внимание, это все тот же младший начинающий тестировщик, то есть, на самом деле, поскольку у работодателей есть выбор, естественно, они предъявляют уже требования к кандидатам. Скажите, пожалуйста, вот пишут в чате, что звука нет, у всех звука нет? Все, хорошо, спасибо. Инна, тогда вам нужно просто переподключиться. То есть даже на позиции начинающих, даже, вы не поверите, но даже на позиции тестировщиков, все равно требования определенные предъявляются, и, как вы видели, знания требуются специфические протестирования, про основы, там, ну, я приводила примеры веб-сайта, но, как вы понимаете, есть и другие примеры. И, чтобы вы понимали, что вообще суммарно от соискателей требуется, я вот хочу вам предложить посмотреть вот на такую схемку, которая, вообще говоря, даже, как видите, не умещается целиком и полностью на экран, поэтому я ее вот так немножечко вам уменьшу, чтобы вы посмотрели на тот объем, который действительно в идеале нужно знать. Тут, конечно, в этой схеме есть, ну, некоторые повторения, да, тут вот различные инструменты для мобильного тестирования, для веб-тестирования, там, общие инструменты и так далее. Безусловно, не все из этой схемы нужно в первый момент. Ну, например, если вы выбираете себе вакансию тестирования веб-приложений, конечно, вам более интересны будут темы про именно специфику веб-приложений, а, скажем, мобильные уже вам не столь интересны. Или там, если мы говорим про автоматизацию, да, то тоже специфические какие-то вещи. Но есть общая, скажем, база тестирования, то есть какие виды тестирования бывают, техники, тест-дизайна. Это то, что нужно в любом случае, и для, если вы хотя бы иметь представление, если вы хотите начать работать и развиваться в сфере тестирования. Поэтому, почему так высока популярность, да, этого все-таки, этой профессии? Ну, во-первых, надо честно сказать, что пока что потребность в тестировщиках не уменьшается, а даже увеличивается. Посмотрите, пожалуйста, вот взяла свежую статистику с Headhunter. За последний год, если говорить, например, по Москве, то вообще количество вакансий увеличилось на 45%. То есть действительно вакансий много и, казалось бы, ура-ура, но при этом обратите, пожалуйста, внимание, что и желающих получить эти вакансии, их, в общем, тоже достаточно много. Вот на одну вакансию в среднем приходится по 6 резюме от соискателей. То есть работодателям есть из кого выбирать, и, как вы понимаете, в первую очередь они, конечно, будут выбирать людей с опытом. Это первый момент. Второй момент – людей, у которых есть хотя бы знания какие-то по тестированию, чтобы не нужно было людей обучать с нуля. Ну и от того, какие у вас есть знания и навыки, конечно, очень сильно зависит и зарплата. То есть вот тут я привела пример на слайде, какой бывает разброс. Ну, вам должна честно сказать, начинающие от 50 – это как бы достаточно хорошая зарплата. Имеются в виду люди без опыта, но которые хотя бы знают, что такое тестирование. На самом деле есть вакансии за 20, за 30 тысяч. Ну, тут уж кто что предлагает. Дальше, конечно, все начинается гораздо веселее и радужнее. Когда уже появляется первый опыт, то, естественно, растут зарплаты. Ну, а если мы говорим про автоматизированное тестирование, про автоматизаторов, то тут, конечно, уже совсем другой порядок цифр, как вы видите. Ну, а сеньоры, тут уж зарплаты совсем-совсем хорошие. 180 – это, наверное, некоторые приукрашения. Более реальные цифры, конечно, от 150. Но тем не менее, то есть, ну, к сеньорам уже предъявляются достаточно высокие требования. То есть, тут и знания, и навыки тестирования, и навыки тест-дизайна, и автоматизация. То есть, тут уж все в полном объеме. Ну, а давайте посмотрим, какова градация и что нужно знать уметь. Посмотрите, обратите внимание, пожалуйста, для начинающих тестировщиков понимание принципов разработки ПО, понимание принципов клиент-серверного взаимодействия, опыт использования бактрекинговых систем, понимание вообще подходов к тестированию, например, понимать, в чем различие между функциональным тестированием и регрессионным тестированием, кстати говоря, достаточно частый вопрос на собеседованиях. Скажите, пожалуйста, в чем разница между функциональным тестированием и регрессионным тестированием? Ну, как пример. Дальше, смотрите, по мере обретения опыта больше и больше требуются знаний, которые, хочу говоря, на первый взгляд, как-то с тестированием и не очень-то связаны. А что такое HTML, что такое CSS, дальше SQL, кстати говоря, знания SQL очень часто и для начинающих тестировщиков тоже является таким достаточно частым требованием. Умение писать тест-кейсы, составлять планы тестирования, ну, много чего. Дальше начинается автоматизация. Автоматизация у нас не бывает без навыков программирования. Помимо различных дополнительных систем у нас, у вспомогательных программ, еще и просто элементарное умение программировать. Ну, например, мы говорим, у нас есть инструмент, который называется Postman, и он используется не только для нагрузочного тестирования, как я тут написала, но и для функционального тестирования тоже. Но тесты в Postman пишутся на языке JavaScript. То есть, как минимум, чтобы с этим совсем работать, нужно какие-то языки программирования знать. И вот тут очень часто задают вопрос, а какой язык учить? И, к сожалению, ответа на этот вопрос однозначного нет, потому что очень много зависит от того, с какими программами предстоит работать. То есть, например, упомянутый мной Postman, JavaScript. Если, например, мы говорим про G-Meter, то там уже понадобится Java или C-Sharp, еще он принимает. Loot Reiner тоже одна из программ Hewlett, которая тоже заточена под нагрузочное тестирование. Там большее разнообразие. Это можно и C++ знать, и тоже Java, но тем не менее. Но, как говорится, за это и соответствующее вознаграждение. Ну и сеньоры, они, конечно, умеют все, и тебе автоматизацию, и подходы к тестированию, и оценки рисков тестирования, и даже могут управлять небольшими командами тестировщиков и так далее. Поэтому, как видите, знать и уметь нужно много, и чем больше вы знаете умений и умеете, тем выше, скажем так, ваши шансы обратить на себя внимание у потенциальных работодателей. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, у вас же у самих больше выбор, когда вы просматриваете вакансии, когда вы смотрите, а что же вам такого выбрать. То есть у вас уже выбор больше. Не хоть что-нибудь дайте, да, а уже есть что повыбирать, что вас больше интересует. Вас больше интересует тестирование клиентской части, и у вас, вы любите задачки посложнее, и поэтому вы хотите серверную часть тестировать, она сложнее. Очень часто начинающие тестировщики начинают именно с тестирования пользовательских интерфейсов, потому что это проще, а серверная часть, она сложнее. Поэтому тут у вас тоже появляется выбор, если вы много знаете. Ну, а чтобы много знать, хотя бы там нужно обучаться этому. Но прежде чем мы поговорим про обучение, мне хочется обратить ваше внимание на то, какие требования вообще предъявляются к тестировщику, ну, скажем так, как человеку. Вообще в IT, вот, мотивация к обучению и склонность к самообучению, это, ну, если хотите, общее место. К любому соискателю предъявляются такие требования. Довольно часто говорят, вот в IT люди такие недружелюбные, они чуть что у них там не спроси, они говорят, а погуглить, а поискать самому и так далее. То есть, да, такое существует, и поэтому действительно нужно, чтобы в этом деле продвигаться, нужно иметь вот эту вот мотивацию обучаться. недостаточно сказать, что да, у меня есть мотивация, я готова учиться, учите меня. Вот как только вы говорите, учите меня, то вот я, например, как работодатель, я, наверное, задумаюсь, потому что, скорее всего, слова не соответствуют реальным положениям вещей. Ну, про ответственность говорить тут, наверное, уже не приходится, потому что, как бы, те, кто обращают свое внимание на тестирование, они для себя должны очень четко понимать, что ответственность в этой профессии очень высока, то есть, что такое, кто такой тестировщик? Тестировщик – это тот человек, который проверяет, а что же на самом деле получилось у всей той большой команды, которая разрабатывала программное обеспечение. И поэтому тут крайне важно понимать, да, что вы исследовали, что вы проверили, не проверили, поэтому и когда находят какие-то дефекты или заказчик остается недоволен программным обеспечением, первые, с кого это все спрашивают, спрашивают с тестировщиков и говорят, а почему же вы не досмотрели, почему вот программа не работает, а вы этого не увидели, когда проводили тестирование. Поэтому ответственность, конечно же, это важный такой момент. коммуникабельность, контактность, умение работать в команде, это все такие софт-скиллы, да, которым мы, конечно, в рамках нашей дипломной программы специально не обучаем, но тем не менее обращаем на это внимание, потому что без этого тестировщикам не обойтись. Ну и главным таким побудительным мотивом является любопытство. Опять-таки, это то, чему не научишь, и я как бы понимаю это прекрасно, но тем не менее любопытство это очень хорошая черта для тестировщика. Ну а теперь про знание и навыки. Вот эта схема, которую я показывала вам только что, давайте еще разочек, я про нее напомню вам. ее условно можно разделить на знания или базы тестирования, да, вот они, софт-скиллы, о которых я уже упоминала, дальше, умение пользоваться теми или иными инструментами, ну и вообще просто сама по себе элементарная компьютерная грамотность, она никуда не девается, это тоже нужно знать и это само собой разумеющееся то, что по умолчанию человек должен уметь тот, кто стремится стать тестировщиком, поэтому компьютерная грамотность, компьютерная грамотность, конечно, не входит в нашу дипломную программу, мы считаем, что на дипломную программу приходят люди, которые уже умеют, что называется, пользоваться компьютером, что их не пугают такие слова, как командная строка, поэтому мы об этом не говорим. Теория тестирования, обратили внимание, что и при описании вакансий там всегда встречалась теория тестирования, и это то, что как раз является основным и главным, если хотите, таким куском нашего первого уровня тестировщиков, то есть это вот теория тестирования, инструменты тестировщика, что нам помогает в тестировании, конечно же, на протяжении всей дипломной программы разбираются различные наиболее популярные инструменты, которые так или иначе могут использоваться, поэтому об этом мы тоже не забываем, конечно же, ну, соц. скиллы, умение работать в команде, тут наша дипломная программа, наверное, не подойдет, если уж говорить о том, какие знания, навыки используются, мы все-таки поговорим о том, чему мы учим. И, как я уже сказала, это теория тестирования, то есть теорию тестирования мы проходим на первом базовом курсе, и вообще я должна сказать, первый базовый курс у нас 40 часов, то есть такой достаточно большой, и мы вот эти вот все пункты, которые я перечислила на этом слайде, мы это все так или иначе разбираем обязательно, обязательно практикуемся, то есть как писать, какие виды тестирования бывают, чем одни виды от другого отличаются, в частности ответ на вопрос, чем отличается регрессионное тестирование от функционального тестирования, тест-кейсы, чек-листы, чем один на другого отличается, пишем, тренируемся в ходе этой программы, в ходе этого курса обязательно пишем и тренируемся, и чек-листы составляем, и тест-кейсы пишем, то есть все это обязательно у нас присутствует. Бак-репорты, бак-трекеры, сейчас уже считается уже просто, что называется, по умолчанию, что все бак-репорты создаются, отчеты об ошибках, все создаются в бак-трекинговой системе, и, как я вам показывала описание вакансий, там пишется, что знания, джира, джира, бак-трекинговая система, и мы как раз на ней тренируемся, и мы смотрим, как она выглядит, что туда заводить, как это делается, то есть этой программой тоже пользуемся, техники тестирования мы изучаем и на первом курсе, если говорить про техники тестирования входных данных, и второй курс, который у нас есть про тестирование, который так и называется тест-дизайн, который полностью посвящен техникам тестирования, там разбирается и углубляется техники тестирования входных данных, которые мы начинаем на первом курсе, и дальше эти техники развиваются и углубляются, и на курсе тест-дизайна мы проходим еще и техники, которые касаются разработки тестовых сценариев, потому что когда мы с вами тестируем, мы выполняем какие-то действия, а эти действия есть не что иное, как сценарий, и вообще говоря, их нужно продумать для того, чтобы наше тестирование было эффективным. Ну и знакомство с различными методологиями разработки, то, что тоже достаточно часто требуется в вакансиях, это наша тема первого курса, там мы разбираем, что такое водопад, что такое agile, что такое инкрементная разработка, что такое спиральная разработка, то есть со всем этим мы знакомимся и разбираемся в чем отличие, каковы особенности тестирования при разработке, скажем, по agile, при разработке там по спиральной модели, какие требования в том или ином случае предъявляются к тестировщикам, это все тема первого курса, который так и называется тестирование программного обеспечения первый уровень. Инструменты тестировщика, ну, тут я выписала такие наиболее популярные инструменты, которые чаще всего используются, ну, если мы говорим, там, скажем, про тот же матч, то он нам нужен для того, чтобы просматривать логи, то есть тестировщики обязательно читают логи для того, чтобы определить, а где же возникла та или иная ошибка, и это тоже крайне важный момент, поэтому нужно уметь читать логи, и бач один из инструментов таких. SQL. Тут, если говорить про SQL и вообще вот про другие инструменты тоже, которые могут нам понадобиться, на самом деле тут нужно очень четко для себя понимать, что не все эти инструменты нужны одному человеку в один момент. Фокус заключается в том, что очень сильно зависит от того, что именно вы тестируете. вот, например, SQL нужен тем тестировщикам, которые тестируют приложения, которые связаны с базами данных, и в первую очередь тем тестировщикам, которые тестируют серверную часть. Или еще иногда встречается такой термин, как backend, а есть backend, frontend. То есть frontend это лицо, если сказать проще, это пользовательские интерфейсы те или иные, а backend это серверная часть, которую никто не видит, но в которой все основные действия программы и выполняются. И поэтому, например, говорят, SQL это обязательный навык и знание для тестировщика или не обязательный? И вот тут встает вопрос, а что вы будете тестировать? Если что-то, что связано с базами данных, то да, это обязательное знание SQL. Если вы тестируете пользовательский интерфейс, например, то нет, это необязательное знание, без него можно обойтись. Другое дело, что если вы его знаете, то у вас выбор вакансий, как я говорила, становится больше. чарли прокси, это инструмент, который необходим тем тестировщикам, которые тестируют мобильные предложения, которые тестируют веб-приложения, вот тут уж этот инструмент им будет весьма и весьма полезен. DevTools не обязательно Pro, это еще иногда называется панель разработчиков, но тестировщики им тоже активно очень пользуются, и мы им пользуемся на курсе по тестированию первый уровень, им активно пользуемся и смотрим, что это за инструмент, чем он нам помогает в тестировании, и мы это все разбираем. Postman тоже популярный инструмент, часто его требуют, знание этого инструмента, он необходим для тестирования API. В последнее время очень широко и много вакансий, в которых требуется понимание тестирования API, ну и API невозможно протестировать без Postman или есть еще его аналог вторая программа, которой тоже часто пользуются, инструмент, который называется SAP UI. Опять-таки, если мы говорим о том, что я хочу продвигаться в тестировании API, значит, я должна этот инструмент знать. Из этих двух инструментов мы смотрим Postman, опять-таки, в курсе первый уровень тестировщиков. Android студия или Xcode и эмуляторы симуляторы, это все нужно тем, кто планирует развиваться в тестировании мобильных приложений, и я надеюсь, что у нас скоро возобновится курс, который полностью посвящен тестированию мобильных приложений. Он не входит в нашу дипломную программу пока на данный момент, но я думаю, что ввиду широкого такого применения, я думаю, что он со временем войдет в нашу дипломную программу тестировщика программного обеспечения. Ну и автоматизация, различные средства автоматизации, ну у нас даже есть специальный курс, который уже входит в программу, в дипломную программу, он называется автоматизация веб-приложений с помощью Selenium, то есть это один из таких тоже популярных инструментов, который достаточно широко используется при тестировании веб-приложений и там уже прям настоящая реальная автоматизация, это тоже отдельный курс, который, как я уже сказала, так и называется, автоматизация тестирования веб-приложений. Ну, софт-скиллы, наверное, стоит обратить внимание, анализ, обработка данных, то есть требуется аналитическое мышление для того, чтобы это все делать. Ну, опять-таки, тут очень сильно нам помогает SQL, но вовсе не обязательно. А теперь давайте все-таки поговорим о том, что же входит в нашу дипломную программу. Какие-то курсы я уже упоминала, какие-то не упоминала, но тем не менее должна их упомянуть, потому что без них на самом деле никак. Не потому, что меня кто-то заставляет, а потому, что без этого никак. Основа программирования и баз данных. Для того, чтобы хорошо и успешно развиваться в тестировании и вообще даже начать просто работать в тестировании, крайне важно понимать общие принципы программирования, поскольку мы говорим о тестировании программ, естественно, нужно понимать общие принципы программирования, что такое параметры, что такое переменные, как минимум, это необходимо Для того, чтобы, во-первых, качество тестирования было хорошим, а второе, это вообще говоря, общение, умение общаться с людьми. И поскольку тестировщики плотно и активно общаются с программистами, то для того, чтобы вы могли друг друга понимать, уж если не самим программировать, то как минимум понимать основы и понимать те слова, которые вам программисты говорят, это необходимо. И поэтому я считаю, что вот прям, что называется, обязательно-обязательно основа программирования и баз данных. Опять-таки, вопрос про SQL. В том числе на этом курсе проходится и SQL, и вообще курс строится, этот курс строится по принципу теория, и тут же, не отходя, теория, практика. Есть лабораторные работы, которые обязательно слушателями выполняются, да, то есть, пожалуйста, в теории, что такое алгоритмы, что вообще говоря, программное обеспечение, что это такое, из чего его идут, если хотите. Данные, что такое данные, какие существуют методологии, какие есть языки, чем там, например, процессные языки отличаются от объектно-ориентированных языков. Какие основные принципы объектно-ориентированного программирования? Это все проходится в рамках этого курса. Лабораторные работы выполняются, и даже вы свои первые программы напишите в рамках этих лабораторных работ. СИ, язык языков, он не объектно-ориентированный, но зато он алгоритмический, и основные базовые принципы программирования, они вообще говоря, вышли из СИ, из языка СИ. Дальше, да, там следующая лабораторная работа, и это вы пишете программы, в которые входят циклы, ветвления, то есть, когда вам программист скажет, а вот тут у меня программа зациклилась, и тут нет выхода из цикла, вы уже не будете пугаться, вы уже будете знать, что это такое, и спокойно сможете понять, что же вам сказали. Ну и, конечно, базы данных, поскольку курс наш называется «Основа программирования и баз данных», тут вы и сами свою базу данных спроектируете в рамках лабораторных работ, а потом к этой базе посылаете SQL-запросы, узнаете, как данные извлекаются. Так что, как видите, знания такие базовые и весьма-весьма полезные, если мы говорим про тестировщиков. Дальше, следующая группа, если хотите, курсов, это тестирование, первый уровень тестировщик программного обеспечения и тест-дизайн. Эти два курса, они логически связаны. На первом курсе вы получаете самые такие общие, необходимые, если хотите, необходимый минимум знаний, которые вам нужны, чтобы стартовать как тестировщиком. Как я уже и рассказывала, мы проходим и виды тестирования, и что такое тест-кейсы, и чем они отличаются от чек-листов, что такое план тестирования, и чем он отличается от тест-кейсов, чек-листов и так далее. Мы пробуем различные инструменты, как я и говорила, мы пробуем создавать дефекты, описывать дефекты в джире. Мы с вами научимся посылать самые первые и простые запросы в постмане, и даже самый первый свой автотест мы напишем с помощью постмана, потренируемся. И посмотрим, и попользуемся, что такое DevTools, и разберем, чем он нам как тестировщикам помогает, несмотря на то, что он называется инструмент разработчика, панели разработчика. И посмотрим, какие есть особенности тестирования для различных приложений, для веб-приложений, для мобильных приложений и так далее. И узнаем такие страшные слова, а что ж такое логическая схема продукта и физическая схема продукта. Тест-дизайн, как я и сказала, это логическое продолжение и развитие первого курса, и там мы уже сосредотачиваемся в этом курсе на том, какие подходы, какие техники тестирования нужно использовать в той или иной ситуации. А когда мы тестируем входные данные, а когда мы проектируем сценарии, на каких сценариях проверять наши продукты программные, которые мы тестируем, а на каких может быть не надо, а как их выбирать, на каких надо, на каких не надо и так далее. То есть это все мы проходим на курсе тест-дизайн. Следующий курс, как я и говорила, вот он, автоматизация тестирования веб-приложений с применением, с селению. Но фокус заключается в том, и вы должны очень четко для себя понимать, что автоматизированное тестирование – это умение программировать и писать программы. Поэтому в наш курс обязательно входит это практику по программированию, где вы просто пишете, тренируетесь писать программы, и язык Java – первый уровень. И это нужно, потому что автоматизированное тестирование уже предполагает, что самые простейшие программы вы можете написать, чтобы вы уже попрактиковались, и для вас слова, операторы, методы, и что такое присваивание, и чем в Java присваивание отличается от равенства, для вас это уже не страшные слова, непонятные, а вы уже это знаете, потому что на курсе автоматизированного тестирования вы будете писать именно автотесты, а автотест – это не что иное, как программа. И это вы пишете. Еще два курса, которые у нас включены в эту программу, они направлены скорее на дальнейшее развитие, то есть для расширения ваших горизонтов и на будущую перспективу. То есть можно развиваться, куда может развиваться тестировщик. Углубление и понимание знаний предметной области, там автоматизация и так далее. То есть растем сеньоры. Можно развиваться в сторону управленческую, и если мы говорим про тестирование, управление командой тестировщиков. То есть у нас соответствующий курс, вообще говоря, на что нужно обращать внимание. Причем, казалось бы, ну если мы говорим про начинающих тестировщиков, зачем им управление командой? На самом деле в курсе управления командой тестировщиков мы разбираем вопросы, которые связаны в первую очередь с организацией процесса тестирования. И тут очень интересный момент возникает, потому что нередко бывает так, что набирают команду тестировщиков, вы говорите, ну вот, ребята, вы квалифицированные, вы знающие, вы говорили, что вы там про тестирование знаете, вот нам нужно построить тестирование. Ну а раз вы сказали, что вы знаете, то вам и карты в руки. И тут встает вопрос, а что же делать? И тут вы вспоминаете, а у нас очень кстати был курс, нам говорили расширение горизонтов, перспективы, роста и так далее, а вот оно мне нужно здесь сейчас. Что делать сначала? Бежать тестировать или сначала все-таки спланировать? А когда мы планируем, какие у нас возникают риски, чего нам опасаться? И это все как раз разбирается вот в этом курсе управления командой тестировщиков. Ну и я считаю еще полезная вещь, которая входит в этот курс и тема, это вот как раз про софт-скиллы, общение. А что же от вас будет требовать и ожидать ваш руководитель? Что вы можете ожидать от своего руководителя? И как вам понять, что да, это руководитель ваш или не ваш? Это тоже все так или иначе входит в этот курс управления командой. Ну и еще один курс, который тоже на перспективу, на развитие. Довольно часто в качестве развития тестировщиков используется путь в аналитике. И практика разработки требований к ПО, она с одной стороны, этот курс решает вопрос, а что же тестировщикам в требованиях читать, понимать и как с этим взаимодействовать. Потому что в курсе тестирования мы часто говорим, а вот там в требованиях кто-то написано, а вот в требованиях там будет описано, вот такие-то диаграммки будут построены, и мы это себе берем в тестирование. То есть есть ряд техник тест-дизайна, которые прям в прямую так или иначе мы говорим, вот это мы берем из требований и дальше с этим работаем. Юзкейсы мы берем из требований и на основе юзкейсов дальше строим наши тестовые сценарии. Одна из техник, которую мы разбираем, она так и называется, построение тестов на основе юзкейса. А если юзкейсов нет, то что тогда делать? А техника хорошая, полезная. Вы говорите, а вот на практике разработки требований что-то у нас такое было. Давай-ка я сейчас быстренько сама набросаю эти юзкейсы, они нам могут быть полезны в тестировании. Или же вы говорите, да, я хочу развиваться дальше, и тестирование, конечно, вещь хорошая, и очень увлекательная и занимательная, но мне хочется еще больше расширить свои горизонты, и, как я говорила, куда можно расти тестировщику. Можно расти в управление командой, можно расти в автоматизатора, можно расти вглубь понимания и расширения своих скиллов как тестировщика. Можно посмотреть в сторону аналитики. И вот практика разработки требований, курс, который вам даст первые шаги и хотя бы понимание того, насколько это ваше, насколько это вам близко и интересно. Ну и, как я говорила, а что из этого мы можем взять себе в тестирование. Вот такие вот у нас курсы входят в нашу дипломную программу. И, на мой взгляд, это, наверное, такой вот хороший старт, то есть прохождение этой дипломной программы дает вам такую уверенную платформу, расширяет ваши возможности с точки зрения выбора и поиска вакансий. Поэтому я считаю, что очень интересно и полезно она и для начинающих тестировщиков, но вообще, честно говоря, надо сказать, что и для тех тестировщиков, которые уже имеют некоторый опыт, но при этом хотят развиваться, хотят вырасти в автоматизаторов, хотят вырасти в сеньоров, тоже весьма и весьма полезна наша программа. Ну и что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы упомянуть некоторые курсы, которые могут оказаться полезными, но которые тоже не входят в нашу дипломную программу. Анализ данных на языке SQL. Да, в дипломную программу входит курс основы программирования и баз данных, и базовые вещи какие-то вы представления получите, и даже самые простейшие там запросы, селекты посоздаёте, но если вы будете с этим работать совсем, вы достаточно быстро поймёте, что вот этих базовых знаний уже недостаточно, и вам хочется развиваться дальше и глубже, вы захотите знать, а что ж такое джойны, а что ж такое вложенные селекты, и вам это нужно будет для работы. Поэтому, да, у нас есть вот такой вот специальный курс, более углублённый анализ данных на языке SQL. Если же вам нравится, и вы развиваетесь в тестировании веб-приложений, то поверьте мне, без таких базовых знаний, как HTML и что такое CSS, вам, конечно же, тоже и не обойтись, безусловно, на первом курсе тестировщик программного обеспечения мы, ну, скажем так, обозначаем, да, что ж такое HTML, что такое CSS, чтобы когда вы придёте на работу, вы хотя бы эти два понятия не путали. Но, опять-таки, для более качественного, для старта этого достаточно. Но если вы хотите развиваться как тестировщик, углублять свои знания именно с точки зрения тестирования веб-приложений, то вот эти курсы, конечно, вот этот курс вам будет весьма и весьма полезен. Софт-скиллы, умение общаться и умение общаться, в том числе и письменно, поэтому призываю вас обратить внимание на курс, который называется «Технический писатель». Причём фокус заключается в том, что если вы попадёте в небольшую команду, там может не оказаться технического писателя, и тогда пользовательскую документацию часто пишут тестировщики. Такая, в общем, несвойственная активность, но, тем не менее, она присутствует. Ну, и даже как письменно излагать свои мысли, конечно, мы немножечко смотрим, когда разбираем на первом курсе, там, как писать тест-кейсы, как писать баг-репорты. Конечно же, мы обращаем внимание на то, как нужно это всё писать, но мы только эту тему затрагиваем. Да, вот уже «Технический писатель», создание технической документации, конечно, там этот курс более углублённо рассматривает свои вещи, эти вещи, как технические такие тексты. Ну, и курс по администрированию Linux, я его тоже сюда добавила, потому что в последнее время, особенно для тестировщиков, которые уже имеют некоторый опыт, к ним предъявляются такие требования, как умение развернуть, например, виртуальную машину в тестовой среде. И очень часто виртуальные машины именно на Linux. Поэтому со временем, я думаю, вам может понадобиться и вот такой вот курс «Основы администрирования систем». Конечно, это не сразу требуется от начинающих тестировщиков, но как в перспективе и в дальнейшем развитии, это может оказаться полезным и интересным. Ну вот, собственно, что я вам хотела рассказать о том, какие у нас курсы есть, и рассказать, почему именно дипломная программа, а не отдельные курсы. Вы можете сказать, ну, я вот буду набираться потихоньку-потихоньку опыта, попробую, а вдруг вообще тестирование не мое. Ну, если у вас есть сомнения, что тестирование ваше, не ваше, то приглашаю вас на первые два курса. Это «Основы программирования и тестирования». Ну, а если вы уже для себя понимаете, что, да, тестирование ваше, вы хотите этим заниматься, то очень-очень рекомендую вам дипломную программу, потому что действительно вот тот необходимый минимум, чтобы комфортно стартовать, и даже в первое время у вас будет задел на развитие, вот дипломная наша программа, она предоставляет все возможности для этого. Я, собственно, все, что я хотела, я вам рассказала. Если у кого-то вопросы, то прошу, задавайте. Ну что, нет никаких вопросов? Ну что ж, если нет вопросов, тогда у меня на сегодня все. Спасибо вам большое, что вы прослушали наш семинар. Я надеюсь, что я в ходе рассказа все-таки так или иначе ответила на те вопросы, которые у вас возникли. Ну и приглашаю вас на наши курсы. Надеюсь, еще встретимся. Все, всем всего хорошего. Продолжение следует...